В Адыгее вводится обязательная вакцинация взрослого населения против коронавируса, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Такое постановление подписал главный санитарный врач по республике Адыгея. Именно эта тема стала основной на заседании районного оперативного штаба, которое прошло под руководством главы района Заура Хамирзова. В работе заседания приняли участие руководители заинтересованных структур, представители МВД, центральные районные больницы и главы сельских поселений. Начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев ознакомил присутствующих с редакцией постановления главного санитарного врача Адыгея о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории республики Адыгея, главным государственным санитарным врачом республики Адыгея принято постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории республики Адыгея. Связано это, я как сказал, с ухудшением эпидемиологической обстановки и, к сожалению, ситуация ухудшается на территории нашего района. За прошедшие сутки у нас 17 человек попали в список заразившихся коронавирусной инфекцией. Шесть человек за это же время выздоровели. Значит, коротко остановлюсь на тех положениях, которые описаны в этом постановлении главного государственного врача. Остановлюсь на постановляющей части. Значит, главный санитарный врач пишет, постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Значит, и он перечисляет, какие это граждане. Граждане, работающие в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, банк, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, иных спортивных организаций, гостинично-туристического комплекса, бытовых услуг, клиентских подразделений, финансовых организаций, то есть банки наши, многофункциональные центры, образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание, культурных, выставочных, просветительных мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов и так далее, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных залов и работников жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, все государственные муниципальные служащие и депутаты республиканского и муниципального уровня Республики Адыгея. И также студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений старшего 17 лет. Вторым пунктом главный государственный санитарный врач определяет следующую позицию. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Адыгея, перечисленных в пункте 1, это вот про который мы сейчас говорили, необходимо, первое, предоставить не позднее, 18 октября, медицинские организации по месту расположения объекта, объекты имеется в виду предприятия, организации, списки работающих на данном предприятии. Второе, организовать до 1 ноября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников, сотрудников или обучающих. То есть, задача поставлена конкретной. Было отмечено, что с 1 ноября будут проводиться проверки на предмет выполнения данного постановления. В случае несоблюдения предусмотрены штрафные санкции. Пунктом 6.3 Кодекса административных правонарушений установлена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Значит, о чем здесь говорится, что нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, это как раз имеется в виду в том числе и обязательная прививочная кампания. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 50 до 150 тысяч рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. И на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также есть еще и часть третья этой статьи, там наказание гораздо более усиливается при случае, если тот или иной человек заразил кого-то из посетителей магазина или своих сослуживцев и так далее. Там входят до уголовной ответственности. Это первое. Второе, значит, если по тем или иным причинам работающий на данном предприятии отказывается от проведения вакцинации. Письмо Минтруда от 13 июля 2021 года, номер 1811. Значит, там дается разъяснение в этих случаях, если работник отказывается от проведения обязательной вакцинации определенной постановлением главного санитарного врача. Значит, в этом письме разъясняется, что работодатель обязан отстранить от работы работников, выразившего отказ от проведения вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний. Обращаясь к присутствующим, глава Ромена подчеркнул, что многие жители из этих категорий граждан уже провакцинированы. Нужно в ближайшее время составить реестры лиц, еще не прошедших вакцинацию от COVID-19 и предоставить списки до 18 октября текущего года. А также необходимо ознакомление руководителей всех форм собственности с текстом постановления.